В Минске проходит международная конференция по экономической интеграции и устойчивому развитию. Участники форума прорабатывают важные вопросы в регионе ЕЭК ООН. Представители стран-участниц подчеркивают важную роль Беларуси в регионе, в том числе формирование экономического пояса шелкового пути, усилия по упрощению транзита и сквозного потока транспорта через границу двух крупнейших интеграционных объединений ЕС и ЕАЭС. Одна из задач, которая стоит перед ЕЭК ООН – восстановление сотрудничества Запада с ЕАЭС. На конференции также обсудят взаимодействие в сферах торговли, транспорта, энергетики, зеленой экономики и инноваций. Беларусь заняла 37-ю позицию среди 190 стран в рейтинге «Введение бизнеса». При составлении списка учитывались благоприятные условия для предпринимательской деятельности. В глобальном рейтинге лидирует Новая Зеландия, на втором месте Сингапур, третье – Дания. Также в топ-10 – Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция и Македония. Как подчеркнули во Всемирном банке, Беларусь вошла в десятку ведущих стран мира по проведению реформ для бизнеса. По мнению экспертов, достижения в этой сфере помогут привлечь иностранных инвесторов. Беларусь представила новшество таможенной службы на международной выставке в Москве. Продемонстрирована белорусская система «автоматический выпуск». Когда сотрудник таможни не принимает участие в оформлении товаров, за него все делает компьютер. В рамках проведения выставки коммерческие операторы таможенных служб России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве.